Одним из самых ярких событий лета, несомненно, станет Олимпиада. Праздник, приуроченный к пятилетию группы Элим. Программа Олимпиады получилась более чем насыщенной. Соревнования, конкурсы, викторины и развлекательные программы заняли весь день, с утра и до самого вечера. За ходом празднования наблюдала наша съемочная группа. Олимпийский огонь в этом году зажегся вот уже в пятый раз. Юбилей отметили с размахом. Под всевозможные площадки была отдана практически вся территория возле ТКЦ «Братск-Арт». Развлечения на свой вкус мог найти каждый. Если этот вкус, конечно, относился к здоровому образу жизни. Ведь Олимпийский огонь за пять лет уже стал символом спорта и здорового отдыха. На мой взгляд, это дружба, это объединение, это сплочение, это вдохновение какое-то. Когда участвуешь в таких праздниках, хочется жить в этом городе, хочется развиваться, хочется вкладывать в этот город свою душу, чтобы последующие поколения, чувствовали, какой брат наш хороший, классный, легендарный город. Праздник группы «Элем» – это праздник все-таки семьи, спорта, праздник работы. Группа «Элем» – современная, быстро развивающаяся компания, в то же время с большой историей. Мы ценим наших ветеранов, говорим им большое спасибо, но обращаем больше внимания в такой праздник, конечно, на молодежь. Это праздник для молодежи, для семей. Мы хотели бы, чтобы они вели здоровый образ жизни, от этого будут хорошо работать, у них будут здоровые семьи, у них будет все хорошо дома, будет хорошо на работе. Среди многочисленных спортивных и развлекательных мероприятий в рамках Олимпиады было и одно специальное для работников компании. Шесть команд впервые за историю праздника соревновались в многоборье. Оно требовало самых разных навыков – от индивидуальной меткости до умения работать слаженной командой. Среди дисциплин – тир, подъем гири, бросание мяча в баскетбольное кольцо с завязанными глазами и другие соревнования. В них, кстати, после официального многоборья могли посостязаться и просто горожане. Хочется сказать спасибо организаторам за такие оригинальные конкурсы. Многие из них не требовали какой-то особой физической подготовки, то есть могли поучаствовать все практически желающие, коих мы и набрали в нашу команду. И во время и после соревнований по многоборью зрителям скучать тоже не приходилось. С оборудованной возле ТКЦ сцены гостей развлекали праздничным шоу, танцами, песнями, выступлениями спортсменов, воспитанников школ спортивных единоборств. А для самых активных оборудовали многочисленные площадки, условно поделенные на две зоны – детскую и старшую. В детской половине площадки развлекались самые юные врача. Они здесь ставили столы для игры в шашки, аттракционы. Кто-то участвовал в конкурсе на оформление лучшего картонного домика, другие разрисовывали яркими красками праздничную стену, третьи рисовали милом на асфальте. Чуть подаль расположился город мастеров, где мастера обучали желающих искусству поделок. Ребята постарше боролись в костюмах сумоистов. Зона для старших была почти целиком отдана спортсменам – БМХ-райдам, роллерам, скейтерам, акробатам, баскетболистам и волейболистам. Из чуть более экзотичных – фингербординг. Здесь спортсмены показывают трюки на миниатюрных скейтбордах, которые управляются пальцами руки. Или соревнования по армрестлингу. Словом, успеть везде можно было только очень постаравшись. Да мы недавно только приехали, еще не совсем все посмотрели. Понравились пазлы очень. Миллионный вопрос. Да, с мужем. Да все нравится. Об этом чуть позже, потому что... Весь праздник в целом. О, идика! О, высоко стоящая! Жара! А к вечеру, когда стало немного прохладней, на главную сцену праздника вышли приглашенные поп-звезды – группа «Иванушки Интернешнл», которые под одобрительные возгласы публики исполнили свои известные хиты. «Иванушки Интернешнл» Вот так прошел Олимпийский день в Братске. Оставив после себя массу положительных эмоций и ожидания сюрпризов на следующий год. Михаил Горбунов, Александр Морозков, программа «Факт».